Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ощущения, конечно, самые радостные, самые теплые и где-то, конечно, ощущение гордости за наш коллектив, потому что это награда коллективу, это награда всей нашей команде, которая здесь работает, высокопрофессиональная, должен заметить, потому что свидетельством, чему как раз таки вот эта награда. Гомельский цирк, это не первая у знака рода такой величины, которую отрымали проставники культурной сферы Гомельшины. К слову сказать, в 2014 году данную премию получил коллектив Неглюбского сельского центра ткачества за популяризацию народного творчества и традиции ткачества неглюбских рушников всем известных. И, конечно, в этом году отрадно, что Гомельский цирк, заслуженный коллектив Республики Беларусь, был удостоен этой высокой награды. Гомельский цирк дополнил гэти гоноровый спис. То, за что удостоен цирк этой высокой награды, является популяризацией циркового искусства и развитие международных отношений в сфере культуры. Потому что не секрет, что Гомельский цирк принимает абсолютно различные программы из разных стран. Конечно, это высочайшая награда, это признание государства, это признание в лице главы государства. Конечно, нам очень приятно, очень радостно, когда вчера мы получали эту награду. Конечно, чувство волнения, чувство гордости и благодарности, естественно, за ту поддержку в год культуры, которую и всегда, не только в год культуры, которую оказывает государство, глава государства, министерство наше. Кожный сезон Гомельский цирк мкнется удивить навыц самого потребовального глядача. Их это завжды отрымливается. Только в минулом году глядачы побачили цирк Будапешта, магию отсюда у парад алле и легендарных вратов запашных. Уже сейчас Гомельский цирк рыхтуется до приема новых гостей. Ведовище обязает быть грандиозным. 28 февраля мы начинаем очень серьезный проект, как сейчас можно говорить, программа цирка Никулина. Там будет представлен аттракцион с медведями, который тоже только что вернулся из дальнего зарубежья после работы. Там будут представлены очень интересные животные, ирландские пены. Там будут впервые, будем показывать такой номер, очень оригинальный, собачки на скейнбордах. Будет воздушный гимнаст, будут клоуны. И подарок гомельчанам на следующей программе два уникальнейших аттракциона из Монголии. Вот опять-таки продолжение темы международного сотрудничества. А это значит, что гомельский цирк знов запрашивает своих глядачов опынуться у чарованных сетей магии и чудов. Александр Лупиненко, Яугин Макеенко, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». И в протяге темы циркового мастерства. Артисты Мазырской студии «Арена» рыхтуются до отделу у престижным международным юнацким фестиваля «Новое поколение», який 4-го и 5-го лютого пройдет у Монте-Карла. До речи, Мазыране – один из представителей Беларуси на этом форуме. Об этом, как проходят тренировки перед выступлением у Монако, репортаж Дмитрия Котова. Фестиваль у Монте-Карла что год сбирает лучших представников циркового мастерства из всего света. В составе жюри самые известные артисты. Трапезь на такий масштабный форум для конкурсантов – великая удаша. Размах фестиваля «Новое поколение» кероники студии «Арена» поравновывают с олимпийскими гульнями. Если там можно отличиться на этом конкурсе, то, конечно, ждет большая дорога, скажем, в будущее. Потому что на этом конкурсе, на этом фестивале, как правило, присутствует вся элита мирового цирка, все импресариум мира. Они для этого интересуются, отбирают все лучшие понравившиеся артисты в номера. У дельничества фестиваля артисты студии циркового мастерства будут в другий год за пар. Летось яныгушно заявили об себе на форуме. Блескучшее выступление поветранных гимнастов дозволило отримать одразу три специальных приза. Зараз у Монте-Карла выступят канатоходцы. Их задача повторить, а по мягчимости пересягнуть поспех своих коллег. Мы очень серьезно настроены. Мы очень долго к этому готовились, мы очень долго к этому идем. Мы очень много нервничаем, мы очень много переживаем друг за другом. Поэтому мы едем только туда за победой. Номер, с яким выступят юные артисты, вельми складаны. Колесочи за выполнением особенных элементов одразу захопливает дух. До речи, его поспели продемонстрировать глядочам международного фестиваля в Киеве и отримать гран-при. Мы попытались по своему цирковому опыту создать номер волжанских. Это знаменитые канатоходцы, которые когда-то в Советском Союзе были самые лучшие. Конечно, мы внесли сюда очень много своих секретов, своих новых трюков. Но за основу взяли этот номер, потому что это действительно номер, который они делали. Мы восхищались еще в своем детстве. Студия циркового мастерства «Арена» – небы одна великая и дружная семья. А тому тут любой, навод самый незначный поспех – важное досягнение усяго коллектива. И одночасово свой особливый стимул для будущих перемог этой молодой, али безмерно талиновитой и перспективной команды юных артистов цирка. Сподяемся, что на фестивале у Монте-Карла они поспехово представят нашу краину и вернутся додому только с перемогой. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». А зараз до инших падея доходят шагаты дня. Областная податковая инспекция подвела выники финансового года. У 2016-м у консолидованный бюджет Гомельской области поступил 1 млрд 900 млн рублёв. Традицинная ильвина доля належит предприемствам дзяр сектора экономики – 70%. Уклад приватного бизнеса – 4 до гульной суммы. Подробностей ГЭТАЙ, а так само инших падеи экономичного життя региона – у агляде наших корреспондентов. Стимуливать предприемальницкую деятельность у сельской мясцовости и малих населенных пунктах и городах призванный декрет президента Беларуси номер 6. У Гомельской области и льготами, которые дает ГЭТА документ, используются маль 360 предприемств и индивидуальных предприемников, которые занимаются вытворчестью и оказанием послуг. Сумма льготы, которая была предоставлена этим предприятием по шестому декрету, то есть это те деньги, которые предприятия могли направить на расширение своего производства, в целом по области за 2016 год составила более 1 миллиона рублей. Своечасовая оплата податков так само один из элементов поспеховой працы. Податковые органы завсюды готовы исти на сустрач и допомогать. У нас задача такая, чтобы тот платежщик, который работает у нас, правильно исчислил налоги, уплатил их вовремя, а те вопросы, которые он поднимает, чтобы мы ему компетентно и вовремя давали на их ответы. Тогда у него не будет нарушения налогового законодательства, тогда он не будет платить экономические санкции, не будет привлекаться к административной ответственности. А раз его нет нарушений, все, что он зарабатывает, он направляет себя на расширение производства. У 2016 годе у Гомельской области амальпа у миллиона плательщиков удельничали у формирования недоходов бюджета. Среди них 19 тысяч организаций, 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. Остатние физичные особы. По выниках 2016 года забеспечены темпы росту поступлений у фактичных ценах во все узровни бюджету. Предприемства Гомельской области у опошние годы все больше активно утягивают у господарчую деятельность промысловые отходы. Пытания сбора и обыходжения с побочными продуктами в творчестве обмерковали подчас поширенного посаджения Совета областного союза наймальников. Мероприемство отбылось на Гомельском химическом заводе. Зараз на территории Гомельской области знаходится шмат промысловых предприемств. Кроме продукции, выникам их деятельности з'являются и отходы. В среднем угод их у регионе утворяется каля трех миллионов тонн. В идеале амаль усеяны повинны не заховываться, а выкористовываться другасно. Продприемства региона працуют сюгэтым напрямку, и гэта дает плён. В настоящее время порядка 63% от объема образования отходов производства вовлекается в хозяйственный оборот. Есть определенная тенденция улучшения этих данных. На даденый момент на химзаводе у вынику промысловой деятельности утворяется 83 виды отходов. 47 з'их предприемства выкористовывая другасно. У вуголи работы по минимизации узденья на новокольное осеродзе тут займаются сурьезно. Головная проблема – фосфогипс. Ён складая 95% от агольной колькости отходов предприемства. У году вынику вытворчасти фосфорной кислоты утворяется каля 700 тысяч тонн, гэта гарэчева. Каля 13% от гэтой колькости выкористовываюць при вытворчасти удобрэннёв. Остатние отправляюць на захаванне. На пляцовках для завода знаходяцца прикладно 20 миллионов тонн. У свете яснуя каля 70 технологий перапрацовки фосфогипса. Однако не усеяны падыходяць по экономичных ци экологичных меркованнях. Самый перспективный на прамок выкорастанья фосфогипсу у будавничай галиня. Мы стараемся разработать ту технологию, которая бы позволила получить заменитель гипсового камня для производства цемента нашими цементными заводами. В качестве регулятора срока схватывания цемента. В данном направлении мы разработали технологию. Мы уже согласовали эту технологию с производителями цемента. И надеемся, что через пару лет сможем выйти на производство заменителя гипсового вяжущего, для того, чтобы использовать его вместо гипса, который закупается за валюту нашими предприятиями. До речи, пробную партию заменника природного гипсового камня на заводе плануется держать в 2018 году. Змитрий Котов, Сергей Нігеревич, телерадиокомпания «Гомель». На протягу Мальты дня на Гомельщине проходил областный этап республиканской олимпиады по вучебных предметах. Переможцы уже вызначены. В урочистой обстановце я не отрималі заслуженные дипломы. Об тем, як проходили олимпиадные выпробования, у яких умовах лепши навученцы региона жили и змагалися, а так само об многим іншим, у нашей специальной рубрицы актуальное интервью. За отказами на питання наш корреспондент Вероника Ворошилина звернулася до начальника управления адукації «Гомельска Хабловы Конкама» Сергея Порошина. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Областной этап республиканской олимпиады по школьным предметам в очередной раз собрал на Гомельской земле интеллектуальных, творческих и целеустремленных подростков из самых разных уголков нашего региона. Всего более тысячи лучших учащихся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Сергей Иванович, как Вы оцениваете организацию проведения этого масштабного ежегодного состязания? Организаторы сделали все возможное для того, чтобы наши ребята чувствовали себя очень комфортно. Созданы все условия для проведения олимпиад. Были подготовлены 11 площадок в учреждениях профессионально-технического образования для проведения олимпиады по различным предметам. Ребята жили в общежитиях. Конечно, мы позаботились и о свободном времени наших олимпийцев для того, чтобы можно было познакомиться, провести свободное время в кругу своих сверстников и, конечно же, отдохнуть после проведения очень напряженных дней олимпиады. И основная нагрузка, конечно же, ложилась на сотрудников Института развития и образования Гомельской области. Особое слово благодарности хотелось бы высказать нашим высшим учебным заведениям. Преподаватели, которых приняли участие в оценке работ наших конкурсантов. И 75% жюри – это преподаватели высших учебных заведений. Результаты областного этапа Республиканской Олимпиады по школьным предметам уже известны. Достойный ли уровень знаний в этом году продемонстрировали учащиеся нашего региона? И как вы оцениваете перспективы предстоящего выступления сборной команды Гомельской области в республиканском финале? Качество образования с каждым годом должно возрастать. И я думаю, что эта Олимпиада показывает эти хорошие результаты по возрастанию качества знаний нашими учащимися. Это можно отметить именно по участникам Олимпиады сельской местности. Ребята с маленьких населенных пунктов сельских школ являются победителями по многим предметам из 17 и показывают достаточно высокие результаты. Выросла результативность при проведении Олимпиад учащихся школ Брагинского, Лельчицкого, Гомельского района. Конечно же, лидером остаются наши гомельчане. Это ребята из города Гомеля, Советского района, Железнодорожного, Центрального района, областных лицеев, Гомельского городского лицея, гимназий районных. Одним словом, у нас практически нет ни одного района, за исключением, к сожалению, Ветковского, которые бы не имели дипломов первой, второй или третьей степени областного этапа Республиканской Олимпиады. Сергей Иванович, а теперь давайте поговорим об изменениях правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования, которые уже в этом году вступят в силу в Беларуси. Как вы думаете, такая мера направлена на повышение качества отбора абитуриентов? И каким образом эти изменения скажутся на работе сферы образования непосредственно нашего региона? В соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 4 от 9 января 2017 года об изменениях в предыдущий указ президента Республики Беларусь, касающийся правил приема высшее учебное заведение, среднее специальное учебное заведение, Конечно же, эти изменения направлены в первую очередь на улучшение качества приема абитуриентов высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Некоторые скептики задают вопрос, зачем нужно было увеличивать количество предметов по централизованному тестированию или продлевать сертификат централизованного тестирования на два года. Другие меры, которые предусмотрены в соответствии с указом президента Республики Беларусь, будут направлены именно на повышение качества подготовки будущих специалистов. Хотелось бы особо отметить изменение правил приема в педагогические вузы. По профильным предметам аттестат должен иметь не ниже 8 баллов и средний балл по аттестату не ниже 7. Я коснулся только части тех нововведений, которые касаются правил приема высшее учебное заведение и среднеспециальное учебное заведение. Я думаю, что телезрители более детально познакомятся с указом президента. В школах педагогические работники на родительских собраниях смогут ответить на все интересующие вопросы будущих выпускников и родителей. И указ, естественно, найдет широкое свое освещение в средствах массовой информации. И в конце нашей беседы хотелось бы затронуть тему дополнительной занятости школьников. В учреждениях образования Гомельской области она организована как в период каникул, так и всего учебного года. Как удается, с максимальной пользой для здоровья и саморазвития ребенка организовать для школьников интересный, а главное, безопасный досуг. Конечно, хотелось бы, чтобы наши школьники не только проводили в стенах родной школы гимназии, лилиции в каникулярный период времени, в летний оздоровительный период, но и находили свое увлечение в учреждениях дополнительного образования. Сегодня созданы все условия для того, чтобы найти себя. Вместе с тем мы уделяем большое внимание укреплению здоровья, здорового образа жизни. По результатам 2016 года во время организованного проведения каникул занятости детей не было ни одного случая гибели детей или получения увечий. Это нас радует и надеемся на то, что 2017 год будет еще лучше. Спасибо, Сергей Иванович, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарим вас за интересную беседу. Спасибо, Вероника. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество со средствами массовой информации. А в заключение я бы хотел обратиться к родителям. Уважаемые родители, сегодня мы коснулись части тем, которые заслуживают особого внимания. Я думаю, что обсуждение будет у вас дома, в ученических аудиториях и на родительских собраниях. Всего доброго. У Беларуси означали Старый Новый Год. Это свято – редкий исторический феномен, который появился по причине изменений летозвлечения. Одна из главных старожитных традиций – колядки, которые так само возникли, как уникальный культурный синтез язычницких и христианских традиций. Как проходят это обратно в малых городах и везках, а так само, какие другие значные культурные подеи трапили у объективы наших телекамер, за минулые 7 дней, в наступном материале. У городским поселку Варовича Будакашалевского района обрат каляды, что год проводят у Старый Новый Год, масштабно и видовищно. За час своего иснования он не изменился, заховавший традиции по передних поколению. Галоны деют, что персонаж – коза, як символ плодовитости и добробыту. До того ж личится, что это живет отгоняя нечистую силу. С живой козой ходить незручно, а тому я ее ролью, звычайно, выполняет перапранутый человек. Калядовщиков господары дома завсюду сустракают гостина. Это залог того, что будучи год будет удалым. Примают их с великой радостью и шодры одорвают разными подшастунками. Двери уже на шодры никогда не закрываются. Всем гостям рады. Стараемся, чем можем поделиться со шодровщиками. Пироги надо, тут надо конфеты, тут надо печенье, тут надо орехи. Это все традиционные шодры. У гостях калядовщики долго не затрымливаются. Программа свята складена таким чином, как сдевить, развеселить, али не уяким разе не смарыть господару. Визит калядовщиков завсюду завершается от нолького. Словами подяки и выключна добрыми пожаданиями. У гумели пройшел творчий вечер заслуженного артиста России Сергея Колесникова. Разом с батьком на сцену вышел и актер театра и кино Иван Колесников. Сергей Колесников долгие годы служил у Московским Мастацким академичным театры. Его фильмография наличила амаль 90 работ, як у российским, так и замежным кино. Он агучва и был ведущим вядомых телепрограмм, сдымался у разных режиссеров, дублировал голливудскую киноклассику. У гумельским глядачам актер рассказал про свой творчий шлях и встречи с людьми, которые повплывали на его становление. Сын Сергея Иван Колесников у своей 33 годы снялся у 39 фильмов. Так само ведомы своими театральными работами. Думаю, что в будущем году это будет уже не просто творческая встреча, а это будет спектакль со своей драматургией, конечно, с песнями, с музыкальными номерами, с видеорядом и, ну, как бы это сказать, с началом и с финалом. Мне очень приятно похвастаться, какой у меня сын. Замечательный артист, но самое главное, по-моему, очень хороший человек, что для меня является главным качеством жизни. Планов-то громадью, а лишь бы сбылось что-нибудь. Ну вот я вот отсюда еду завтра в Питер, там у меня съемки, я не знаю, наверное, я не могу просто говорить о них сейчас. Ну, про революцию, так как у нас юбилей, скоро революция. А потом еще там одни съемки с марта про освоение Сибири, про Петровское время. Ну и потом есть какие-то планы, но, в общем, я о них не могу распространяться. Коллекция работ молодых гумельских мастаков Кирилла Михаленки и Алексея Дворачкина представлена на выставе у областным громадско-культурным центры. Проект под названием «Симбиоз» – это картины у реалистичной и абстракционистской манеры. Персональная выстава молодых мастаков – редкая практика. И тем не менее, презентация отрималась масштабной. У нас в целом в стране люди с потенциалом, скажем так, в ребятах увидел потенциал. Ну, не важно, что они из колледжа. Я на это внимания не обращаю. В первую очередь, мне важно, что человек творит, посмотреть на его результат. Понравились работы, живопись современная, скажем так. Он ищет в поисках, но почему-то в будущем придет, потому что я верю, что у этих ребят есть потенциал. Гэта выстава – дебют починающих мастаков. И планы на будущее – амбицийные. Свою творчость я не марать представить не только в городах Беларуси, а и в России. Дмитрий Котов, Виктория Шумак, телерадио «Компания Гомель». И об спорте. На приканце студене у Могилеве отбудется чемпионат Беларуси по дзюдо. У делу им приме и сборная Гомельской области. Кончатковый состав команды вызначится по выниках чемпионату в области, який отбудется в 18-го студене. Пройдет турнир у спорткомплексе «Гомсельмаш». Анонс инших спортивных падей – у наступным материале. Увага аматоров мини-футбола нашей краины 21-го и 22-го студене будя приковано до Гомельского спорткомплекса «Локомотив». На паркете этой арены вызначится уладальник Кубка Беларуси. У субботу отбудутся полфиналы. Спочатку помеж собой сгуляют «Здорожник» и «Борисов-900». После путевку у финала спрэчать «Витэн» и «Литсельмаш». Сам финал отбудется у неделю и почнется у 20 годин. Усе матчи в финалу четырех Кубка Беларуси покажет телеканал «Беларусь-5». В чемпионате Беларуси по хоккей на наступном тыдне сгуляют с два туры. Научать веру Солигорску Гомель состренится с «Шахтером». У столицы «Металург» сгуляет с «Юнацтвом». У субботу Сталевары чекают у гостей «Шахтер». На Гомель на выезде сгуляет с «Динамо-Маладечна». После новогодних каникулов узнавляется чемпионат краины по гандболе сароджаночих команд. У Сираду Гомель на своей пляцовце сгуляет с «Бярыстем». У субботу подначаленных Тома Жачатара чекает выездный матч с городничанкой. Выходит за отпочинку и баскетболисты. У субботу баскетбольный клуб «Гомель-Сош» сгуляет с одним из лидеров жаночного чемпионата столичными цмоками. Матч отбудется у Гомеля. Команда Гацар у рамках мужчинского чемпионата Беларуси на своей пляцовце двойчась устроенца со столичным импульсом «Бдуер». Гульни пройдут 20-го и 21-го студеня. Максим Савин, телерадиокампания «Гомель». Выглядели информационный выпуск телерадиокампании «Гомель» на вины тыдня. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы жадаем вам у сягу самого доброго. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова